Приветствую вас. Вы задаёте вопрос свой, почему мечты людей, например, у меня есть две мечты, не всегда сбываются, но она вообще не сбывается. Это связано с самой природой мечтаний и с тем, что они из себя представляют. Я имею в виду мечты, что из себя представляют мечты. Значит, во-первых, очень часто бывает так, что люди мечтают, вот именно люди мечтают отвлечённых. То есть, через чур отвлечённых. Мечты в этом случае представляют из себя абстрактные какие-то вещи, которые нужны человеку только для того, чтобы, ну, например, убежать, допустим, в свои иллюзии. Вот так. То есть, в данном случае мечты нужны человеку только для того, чтобы можно было, ну, собственно говоря, просто о чём-то мечтать. просто чего-то хотеть и, собственно говоря, всё. То есть, больше мечты, они не для чего не нужны людям. И в этом случае, в этом случае, конечно, конечно же, нужно стараться отделить одно от другого. То есть, нужно стараться увидеть, что за мечты такие у человека, что они из себя представляют. Эти мечты человека, да? Значит, какого они содержания и так далее. Это, это очень важный момент. Далее. Мечты, так же, это то, чего хочет сам человек. Но мечты же создают возможность для него, для человека, жить в своём хорошем, приятном, понятном для человека, мире, который далеко не всегда хочется рушить, который далеко не всегда хочется ломать, менять и так далее. И, пожалуй, именно по этой причине люди часто остаются в пределах своих мечтаний. Потому что они боятся того, что их мечты, значит, грубо говоря, если их мечта исполнится, то такому человеку больше уже не для чего будет жить в мире. А это, соответственно, очень страшно, больно, неудобно, тяжело и так далее. Далее. Значит, поскольку мечты – это то, чего хочет человек. Человек, ну, сам человек, это его желание, это его стремление, да. А поскольку мечты – это то, чего хочет иметь сам человек, то можно говорить о том здесь, что что-то всегда сопротивляется, что-то всегда противится мечтам. Что-то. Или лучше сказать «кто-то». И, как правило, как правило, этот «кто-то» родитель, который совсем того не желая вредит своему ребенку, не позволяя ему добиваться того, чего он, то есть ребенок, хочет. И вот так и получается, к сожалению, что мечты остаются недосягаемыми. И если человек хочет, ну, например, если вы, например, хотите, чтобы у вас ваши мечты стали реальностью, если вам этого хочется, то я полагаю, что имеет смысл, во-первых, определить строго, что мешает вам к ним стремиться. Вы говорите, что были бы рады, если бы мечта реализовалась. Но вы сказали, что вы были бы рады. К сожалению, это не тот настрой, который можно назвать успешным или достаточным для того, чтобы у вас действительно все получилось. Потому что то, что вы сказали, это скорее неуверенность. Неуверенность, это скорее, ну, вот здесь, здесь скорее именно неуверенная такая позиция, неуверенность. То есть вы не уверены в том, что у вас это получится. А эта неуверенность, она может быть связана только с вашей собственной неуверенностью в себе. То есть, иными словами, если вы поработаете, например, с психологом и увидите, в чем и почему вы неуверенны в себе, что и почему кто сбивает вас с вашего пути, то вы сможете иногда увидеть для себя, что мечта это разрешение. То есть, сейчас у вас мечта находится под запретом. То есть вы разрешаете себе делать что-то для того, чтобы мечты стали реальностью. А можно сделать так, чтобы вы не боялись этого, чтобы вы были готовы принять тот факт, что мечты это нормально, что это можно. Вот основной момент, да, что это можно. Сейчас, как бы, вы себе говорите, что нет, нельзя. А мы говорим, что можно. Но для того, чтобы увидеть и понять, что именно нельзя. Нельзя. И почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Для того, чтобы увидеть это, нужен анализ, конечно. И когда и если вы увидите, кто запрещает вам стремиться реализовывать свою мечту, то вы сможете отслеживать это состояние и как бы мысленно говорить себе, что нет, я сделаю, например, по-своему, я сделаю так, как хочу, потому что я этого достоин и так далее. Далее. Значит, в жизни на 100% нельзя быть уверенным ни в чем. Пишите вы. Довольно такое, знаете, ну, я бы сказал так. Довольно странное утверждение или, может быть, изречение, потому что уверенным можно быть в том, как это не парадоксально звучит, уверенным можно быть в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. Лезвое право. Но это стопроцентная уверенность. И это означает, что в жизни можно рассчитывать только на себя и, соответственно, делать только то, что, собственно говоря, является по-настоящему важным моментом. То есть, если бы была определенность в жизни какая-то, то вряд ли бы она эта самая жизнь от этого бы выиграла. То есть, вы стремитесь к определенности своей жизни. И вот именно потому, что вы стремитесь к определенности своей жизни, я полагаю, что ваши мечты и не сбываются сейчас, на данный момент. Потому что мечты сбываются только тогда и только у тех, кто, с одной стороны, не боится рисковать, а с другой стороны, кто не стремится к определенности. Вот. И отсюда следует, что вам нужно сделать свой вывод. Да? То есть, либо вы стремитесь к своей мечте и выходите из зоны комфорта, выходите из определенности своей жизни. Либо вы выбираете определенность, предсказуемость, но тогда исполнение мечты действительно останется под огромным вопросом. Я бы даже сказал, что не под вопросом даже, а под скорее угрозой нереализованности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.